Но почему есть чувство, что кто-то прожигает своим взглядом мою спину? Внимание, внимание, по центру монитора может разместиться ваша реклама, ваш рекламный видосик или фоточка. Ух, сейчас заценим это мировое шоу, чё-то соединение плохое. Ха-ха, ну здравствуй, ебучая работа. Здесь никого нет. Ну почему за мной всегда тёлки бегают? Стоять, тупой уродец. Морозина тупорылая, конина недобитая. Хули ты за мной увязался, сапог обосанный. Да, босс, эти лёлики обратно словно марафон преодолевают. Тупорылые детишки. Они брат с сестрой. Видимо, с детства прибитые. Я не знаю, босс. Ну и денёк. Дежавю, каждый день одно и то же. Сплошная хуйта, как и у рабов на плантациях. Рабам хоть платили, а нам только кое-чем помахивают. Сволочи проклятые. Ну вот что я здесь за 500 рублей в день забыла. Да, шмаль выше пилотаж, я так с катушек, давно не летел. Этот офис до сих пор кажется мне мрачным замком. Я перезвоню. Стоять, обсосина тупорылая, хули ты носишься. Овцы обезмозглые. Поздно кулачки свои волосатые сжимать. Чё вылупилась, соска ети. Чё за скворец, в твоё гнездо въехал. Ты глупый потомок эволюции Дарвина. Что спрятано в твоём скворечнике? Стучать тебя не учили? Не за работников, а в дверь, тупое ты создание. Да, босс, эта дочка вурдалаки, опять освещает мой офис. На кой чёрт она вам сдалась, увидев её? Даже леший спрятался, за своим высранным говном. Да, босс, извините, хозяин, но зачем вы заставляете меня так говорить? Ведь я не ваша вещь. Не увольняйте, хозяин, я буду на вас молиться. Давай шевели своими запресневелыми булками, мистический уродец. Да, братик, ты не поверишь, в каком облике на этот раз мне показалось это офисное чудище, бля, что с моими глазами? Ничего, ничего. Как только я найду действительный заработок в интернете, то сразу уйду от этих кретинов. Не знаю, что лучше ввести канал на ютубе или просто зарабатывать. Всем привет, мои дорогие подписчики. И я сейчас пытаюсь заработать свой первый нал. С вами вновь, ваш Рыжик. И проект, что вы сейчас видите, называется Рукопча. Здесь нужно выбирать и нажимать на необходимые картинки, и на этом зарабатывать. Здесь все довольно просто. Меня снова, все достали на работе. Но несмотря на все это, я снова с вами. Кого заинтересовал проект, то переходите по моей ссылке, которая будет в описании, под этим видео. Проект, выплачивает. Каждый ваш клик на сайте, стоит 3 копейки. А если зарабатывать через Рукопча, бот, то вы будете получать от 6 до 13 копеек за одно разгадывание. А также, не забывайте подписываться и ставить лайки. Мне сейчас просто необходима ваша поддержка. Пока-пока. До скорой встречи. Подпишись. О, ты человек в черном? Если ты босс, то этого инопланетянина там нет. А ты че делаешь, офисный эльф? Я деньги зарабатываю. И сколько ты уже заработала? 12 копеек за одну минуту. Кто хочет, тот всегда достигнет своей цели. Но в этом я с тобой соглашусь. Мистер Йода, передай привет. А я сейчас на свой звездный корабль сяду. И полечу на планету лавы. Главное, дроида в погонах не встретить. А то я лазерный меч дома забыл. В Д2Р2 аккумулятор сел. И он стоит на зарядке. Да, бульбулятор зачетная вещь. Жаль, что я поздно оценил все эти фантастические примеси. Этот мир реально меняется. Прям на моих глазах. Чудо волшебное, Элисия. Блять, но почему мне везде мерещится эта рыжая Годзилла? Приветик, подруга. Мои дела хорошо. Нет, никого не встретила. Спутник моей жизни. Наверняка где-то в другой галактике или компании. А ты, как, тоже в поиске. А твой брат точно не рассердится, что ты уехала со мной? Да не брат, он мне. Этот даун уже как маньяк, вечно по пятам за мной. Вот, дрянь, ко всем, кто на колесах липнет. А со мной на одном ролике не захотела ехать. Гадость такая. А ну стоять. А боссаная ты куда? Кто тебя обидел? Кто этот мерзавец? Ты задолбал, олень сраный? Ты чё, себя своим рогом покалечил? Хули ты за мной скачешь, неандерталец галимый? Отвянь срань господня, либо дьявол будет тебя вертеть, сам знаешь на чем. А ну перестань, мой пердак уже горит от одних твоих угроз. Мои руки будут на страже от черного всадника. Ну и спектакль, я как в театре на первом ряду. Та вы заебали сюда названивать, хули вы все сюда звоните? Кто дал вам мой номер? Та мне похуй, что вы звоните по-рабочему у доты галимые. Эй шарик, за мячиком будешь бегать? Не вижу радости в глазах моя псинка. Ебучая серихули, ты меня так подъебуешь. Я уже проклинаю тот день, когда купил тебя на рынке. Чё за урод твой прежний владелец? Ты же сам меня продал и сразу выкупил. Наконец-таки, красаут вышел на андроид. Красавчики-разрабы. Теперь я не буду бегать за той обсыканной дурой. Пусть едет со своим ухажером, грузчиком на склад. Тварина такая. Ничего, сейчас проиграю и за ней. Хули тут всякие, будут моих цыпочек уводить. Крутая игруха, только ты мне придаешь радость. Ебучая Сири. Знай свое место, уродина проклятая. Какой черт тебя создал? Советы хуевые она дает, мразь неблагодарная. А я ее в бассейне еще водил, когда в унитаз нечаянно уронил. Из дуру продал, но все же купил обратно. Пусть за чуть дороже, чем продал. Но вернул тебя в семью, киборг ты неблагодарный. Если бы у меня были друзья, а не ты, то я бы тебя расхуирил своей кувалдой. Ну все, нужно идти обсыку свою спасать. Гребаный день. Почему нет ни одной позитивной ноты? Как мне все надоело. Зачем нужно устраивать набор людей, если... Перестань меня щелкать, тупая овца. Хватит. Я кому сказала? Нужно было запечатлеть твой чудесный день, стерва. Ну ты и гадина. Хоть бы не опоздать, мне очень нужна работа. Босс, какого хрена я должна продолжать дальше набор персонала, если никому, видимо, и не надо такая работа, какого рыцаря мы ждем? Здравствуйте. Возьмете меня на работу. Так-так, у вас образование высшее, но нет знакомств. На что вы рассчитываете? Ну вот, зачем я сюда пришел, здесь очередной спектакль. Ох, суки, че с людьми творят? Блять, 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 ну нахуя, они выкладывают свои объявления. Ибучий интернет, вот зачем я так долго учился. Чтоб мой диплом пылился на полке. А ну перестань здесь свои нюни распускать. Щас посвящу тебя в рыцаре, в ряды прибывших лохов, и будете мне бабосы нести. Суслики, горбатые, секретутки недомытые. Так что у меня есть шанс здесь работать. Все зависит от тебя, сын мой. Алло, да с работой пока непонятно. Есть такое чувство, что меня сейчас запрягут в повоз. Ну все, я пошел, давай. Лучше б мой кейс был заполнен взрывчаткой, я бы хоть людей от мучений спас. Алло, ну как там брат с сестрой? Мол, не пускают в друг друга. Да ты что, они правда не родственники. Бедный мой стул, сейчас я его обмочу от смеха. Че за эскимос так гордо шагает к нашей иглу? Добро пожаловать в дом сгоревших желаний. Ура. Ты будешь получать пинка и не видеть свою зарплату. Еще есть время, чтобы убежать и не совершить ошибку. Как вам? Эти места для рабов. Меня взяли на работу. Ни хрена не пойму, что в этом журнале. А секретарша че-то сегодня писала. Но наверное не туда, по ошибке. Дорогой дневник. Вот что мне сегодня рассказали. На часах было пол первого ночи, спальный район города, молодая пара готовится ко сну после именин. Муж быстро уснул, а жене не спалось, ей было очень жарко и душно, она решила встать, выйти на балкон, открыть окно и проветрить комнату. На небе светила молодая луна, небо было звездное. Постою немного на балконе. Подумала она про себя, какую красоту необъяснимую создает такое огромное количество звезд, да и вокруг все так тихо, казалось бы, комар пролетит, будет слышно. Вдруг она обратила внимание в сторону стены соседнего дома, по которой ползло снизу вверх какое-то неизвестное существо, которое напоминало человека, только какого-то очень тонкого и длинного, и одетого во что-то, но рассмотреть было невозможно. Существо ползло по стене дома, вытягивая свои длинные конечности рук и тут же всматриваясь в окна и балконы к людям. Вот так ужас, проговорила она вслух и тут же пошла и начала будить мужа, чтобы он подошел и тоже увидел эту картину. Но он уже крепко спал, поэтому разбудить его было невозможно. А днем во дворе того дома было очень много полиции, так как в ту ночь исчезло из квартир дома очень много людей. Какой чудный денек сегодня. Ну кто меня сглазил? Какого хуя здесь перебор мусора стало? Это не я насрал в лифте. Прием. Я нашел эту мразь и мы сейчас повесим на этого щенка все свои грешки, даже те что сами натворили, будет знать. Вас обнесли дурачок ты дерганый, а с чем твоя котлетка? Босс нас обнесли, и теперь наше имущество ваше, по договору, блять. Пиздец, я бы сюда и не устраивался, если бы ксивы не было. Моя новенькая машина, теперь она не моя. Везучие пизденыши здесь работают. Наверное кого-то уже на местный суд отвели, как бы мне не пропустить это мероприятие. А то как-то в лом будет искать. Ты куда глядела, шелупонь проклятая? Теперь мы все в плену у этой компании, соска ты тупорылая, где твои очки? Или твой мамонт новый раздавил их? Хули нам такой фарт? И так мы уже все без одной почки ходим. Как тот мудила выглядел. Как человек в том. Прием, стажер, наш подозреваемый вышел с кучей бабла. Нужно его по-бараму догнать и отжать бабки и списать. Он здесь. Стоять это наша лаве. Брось мешок и беги в отделение мрази. Я хочу быть ребятами, а не защищать их никакого. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Продолжение следует...